Пошел подъем. Я вижу этот белый слой энергии, который мы оставили. Есть слой? Хорошо. Но он находится прямо возле самой земли, там где именно мысли человека и действия. И насколько он большой? Но он именно там, где я, где мы поднимаемся, он идет метров на 8 вверх. 7-8 метров. Я не знаю, насколько он равномерный, но он плотный и чистый. Отлично. Снимаются маски, голограммы, все вокруг защиты действуют, защита активирована. Готово. Хорошо. Можем начинать работать? Или кто-то пришел? Да, есть Константин у нас. Приветствуем куратора Константина. Очень рады видеть его. И я приветствую вас. Ваши импульсы и волны вибраций чувствовались. Какие будут замечания, пожелания? Я лишь хочу сказать, что энергии, которые идут от вашего объединения и вибрации, которые распространяются, делают легче пространство и чище. Как часто нам стоит повторять эту процедуру? Здесь не частость процедуры, а частота намерений важна. Поддерживая чистоту намерений, вы поддерживаете этот баланс чистоты и энергии. Иногда вам нужно собираться, чтобы давать такой импульс. Но в целом этот баланс будет поддерживаться, так как каждый из вас будет помнить эти ощущения, пережившие сегодня. Сегодня замечательная была у нас работа. Честно говоря, сам приятно удивлен. Ребята уже пишут в комментариях, что они прочувствовали энергию, они прочувствовали то, что они делали. Эти чувства будут останутся и будут всегда в памяти. А это значит, эти чувства энергии будут действовать, пока вы имеете чистое намерение. Иногда нужно поддерживать этот импульс, но в целом эти чувства уже прошли через вас. И визуализируя, вы можете передавать энергии и заряжать каждого, пополняя этот поток светлых вибраций и энергий, облегчающий электромагнитное поле и пространство вокруг вас. Помогая планете Земля. У нас просто не все пришли сегодня на эту встречу. Но те, кто пришли, у них были очень серьезные намерения. Действительно, с удовольствием это делали. И я думаю, как вы и подтвердили, у нас получилось сделать то, что мы хотели сделать. Еще раз, я лишь только подтвердил. Благодарю вас. Я хочу сказать, что насколько ваши намерения чисты, настолько вы распространяете свет за пределы своего физического и тонкого тела. Эти энергии и вибрации, распространяясь, подключаются к другим светлым душам. Именно так идет вибрация от одного к другому. Некоторые души, не понимая этого, участвуют во всем очищении и распространении чистоты. Я благодарю вас за ваше объединение. Это приятно. Но здесь я по другой причине. Я хочу объяснить, немножко обобщить то, что говорят кураторы о проживании и предназначении души на планете Земля. Как вы уже знаете, есть три основные задачи. Это осознанность, духовное развитие и физическое присутствие на Земле. Под осознанностью мы подразумеваем постоянное развитие, изучение и проработку чего-то нового, анализ происходящего и развитие. Развитие я подразумеваю анализ информации, а также изучение что-то нового. Это осознанность, духовное развитие или духовность, а также душевный подъем, вибрации и энергии. Это то, чем занимаетесь, например, вы. Или любые медитации и то, что приводит душу в гармонию. Физическое присутствие на Земле – это ваше биологическое тело или биоробот, как вы его называете. Здесь есть несколько аспектов. Первый – это уход за физическим телом, его мышечной составляющей, а также в целом поддержка биоробота. И вторая составляющая немаловажная – это то, чем вы занимаетесь в физических телах, в вашей профессии. Кто-то из вас лечит людей, кто-то растит вкусные ягоды, овощи и фрукты. Среди вас есть много разных профессий – от косметологов, юристов, людей, которые доставляют, занимают большие посты и разные другие профессии. Каждый из вас несет помощь кому-то на Земле, помогая тем или иным способам, иногда даже целым семьям, а также животным. Я повторюсь, я говорю про физические тела и ваши профессии. Вы каждый, помимо духовного, еще распространяете на физическом плане свои положительные действия, помогая многим людям, а иногда и меняя их жизнь в положительные стороны. Это три аспекта осознанности, духовности и физического пребывания Души на Земле. Поэтому я бы хотел заметить, что не надо быть превзятым ни к какой профессии и не забывать про физическое присутствие Души на планете Земля. Каждый занят своим делом. Поэтому не надо просить какой-то похвалы за то, что вы делаете. Это ваш выбор и это ваша задача. Именно развиваясь в этих трех пунктах, вы развиваетесь и приносите максимальную пользу человечеству. Это я хотел донести до вас. Благодарю. Благодарю вас, куратор Константин, за эту важную информацию. Обязательно передам ее всем. У меня остался один вопрос. Нам бы хотелось повторять, сделать регулярными такие встречи, которые были сегодня, потому что это очень приятная энергия, которую мы пропускаем через себя. И одновременно мы сразу видим результат. И как вы считаете, один раз в месяц будет достаточно? Или каждые пару недель? Я уже сказал, кто-то пребывает в постоянном таком состоянии и передает свои вибрации другим людям со светлыми энергиями, светлячкам, узелкам. Я уже говорил про это. Тот, кто хочет собраться вместе и прочувствовать еще раз такие энергии, делает это по своему желанию. Самое главное, это ваши чистые намерения, которые всегда поддерживаются высокими вибрациями. Это важнее, чем ваше объединение, так как вы уже прочувствовали эти энергии и знаете, как можете посылать и визуализировать эти импульсы, чистоту и легкость. Дальше зависит от вас и, как я уже сказал, по желанию. Благодарю вас, Куратор Константин. Все понятно, да, действительно, очень была интенсивная энергия, мы их прочувствовали. С землей мы никогда не работали в плане обмена энергии, но сегодня все заметили этот обмен. Это было новое, то, что мы еще до этого никогда не делали. Очень приятный опыт. Мне очень приятно, что мы сделали все правильно и остаемся в этом направлении. Задачу каждый из нас, я думаю, понял. Я бы хотел еще раз напомнить о важности моих слов. Даже Иисус Христос был плотником на земле. Не забывайте об этом и не надо просить благодарность за то, что вы делаете. Этим вы понижаете свои вибрации. Душа пришла отдавать. Иисус тоже не просил ни у кого благодарности. Вы абсолютно правы. Я еще раз возвращаюсь к важности того, что я сказал. Осознанность, духовность и физическая связь на планете Земля. Именно для этого приходит душа. Получать развитие через осознанность. Держать душу в гармонии, а тело в чистоте и порядке. Именно так вы излучаете свет, чистые вибрации и гармонию. Именно так вы поддерживаете чистоту вокруг себя, энергетическую, распространяя высокие вибрации и свет. Именно так вас видят. Объединяясь, вы объединяете этот свет. Благодарю за это разъяснение. Очень важная информация. Надо будет несколько раз ее прослушать. Все важное, не касаемо личного, я передам нашей группе. И ребята, я думаю, поспримут эту информацию с благодарностью. Благодарю вас, куратор Константин. Вы хотели что-то добавить? Да, эта информация, как я уже сказал, я подытожил то, что говорят кураторы. И эта информация будет полезна многим. Благодарю. Ты имеющий уши услышит. Имеющий уши услышит. И именно поэтому я сказал, что я хочу донести это до ваших ушей. Вы донесли. Благодарю вас. Очень важная информация. Всего вам доброго. Не успею задерживать. Благодарю вас. И рассинхронизируйся, Верочка.